У нас уже есть функция Surface Area Calculator, которая принимает один аргумент, радиус, и возвращает площадь поверхности соответствующей сферы, используя формулу 4 умножить на π умножить на r в квадрате. Помните, мы можем представить функции ящиками. Кладем что-то в ящик, она производит какие-то действия и выплевывает результат. Некоторые ящики не принимают ничего, другие ничего не выплевывают, а третьи вообще ничего не делают. Но сейчас мы заинтересованы в ящиках подобных Surface Area Calculator. Она принимает что-то, вычисляет и возвращает результат. Мы сделали эту функцию, чтобы упростить себе жизнь. Нам нужно вычислить площади поверхности разных планет, а имея под рукой такую удобную функцию, нам не нужно помнить и переписывать формулу раз за разом. Еще польза в том, что теперь код стало проще понять. Сравните это с этим. Первый вариант намного приятней и проще, особенно для того, кто только что увидел этот код. Первый вариант отвечает на вопрос «что?», а второй на вопрос «как?». Мы можем пойти дальше и собрать еще одну функцию для вычисления квадратов. Давайте вначале взглянем на то, как мы можем ее использовать. Вместо умножения радиуса на радиус мы вызовем функцию вычисления квадрата и передадим ей радиус. Очевидно, все, что делает функция вычисления квадрата, это принимает число и возвращает его квадрат. Давайте отследим шаги и посмотрим, что происходит, когда мы запускаем нашу программу. Мы создаем константу surface of Mars и пытаемся сохранить в нее значение, которое возвращает функция surface area calculator, когда она вызывается с числом 3390 в качестве аргумента. 3390 внутри функции известно как radius. Функция хочет умножить числа и выполнить возврат, но ей нужно знать последнее число, ей требуется вызвать функцию square и передать ей радиус. Square принимает один аргумент, это число 3390 в нашем случае, и внутри функции square оно известно как n. Square хочет умножить n на n и сделать возврат, и ей никто не мешает, она делает это умножение и возвращает результат. Мы снова внутри surface area calculator, который в прямом смысле ждал, пока функция square закончит свое дело. И теперь у нас есть результат вызова square, он заменяет вызов, поэтому становится возможным завершить умножение и вернуть ответ. Ответ возвращается и сохраняется в surface of Mars. Так что функции могут вызывать другие функции. Функция не знает и не напрягается по поводу того, что она была вызвана другой функцией. Возможно, она была вызвана другой функцией, которая также была вызвана еще какой-то функцией. Но не так важно, при условии, что вычисление возвращается и заканчивает свою работу. Давайте попробуем еще поиграть с функциями, которые вызываются функциями. Допустим, у вас есть три книги на полке, и вы хотите узнать, сколько есть возможных вариантов их перестановки. Получается шесть уникальных комбинаций из трех книг. Из четырех — 24 комбинации. Из тринадцати — почти столько же, сколько людей на планете. 25 книг — вариантов их перестановки больше, чем атомов во Вселенной. Вообще, существует n факториал вариантов перестановки для n книг. Факториал означает умножить все числа от 1 до n, так что 3 факториала — это 1 умножить на 2 умножить на 3. Давайте напишем функцию факториала. Ой, подождите. Мы не знаем значение n изначально, в этом вся проблема. Хм. Как там это делается в математике? А. У них есть два варианта. Когда n равно 1, тогда факториал 1. Это просто. Но если n не равно 1, тогда факториал — это n умножить на n-1 факториал. Давайте попробуем так. Это может показаться странным. Мы вызываем функцию из функции, но это та же самая функция. Может, тут что-то не так? Вообще-то нет. Все нормально. Все дело в том, что сама по себе функция — это не ящик, это его описание. Когда вы вызываете функцию, тогда создается ящик. А после того, как функция выполнилась, ящик самоуничтожается. Поэтому, когда вы вызываете ту же самую функцию из нее самой, просто создается еще один ящик. Давайте это отследим. Мы вызываем факториал 3. 3 — это не 1, поэтому первые условия игнорируются. Функция хочет произвести умножение чисел и вернуть ответ, но она не может. Ей нужно знать второе число, для чего она вызывает факториал 3 минус 1, или факториал 2. Формируется новый идентичный ящик факториал. Он принимает число 2. Это не 1, так что он пробует произвести умножение и вернуть ответ, но не может. Ему нужно знать второе число, поэтому он вызывает факториал 1. Формируется новый идентичный ящик факториал. Он принимает число 1, и этот ящик уже может мгновенно вернуть ответ. Он возвращает 1. 1 возвращается в предыдущий ящик, умножается на 2, и ответ 2 возвращается в предыдущий ящик, умножается на 3, и ответ 6 возвращается во внешний мир и сохраняется в константе answer. Все это и есть рекурсия. Что-то описывается через самого себя, содержит себя в своем же описании. Когда дело касается математики или программирования, требуются два условия. Первое — простой базовый случай или терминальный сценарий. Это точка, в которой нужно остановиться. В нашем примере это 1. Мы остановили вычисление факториала, когда получили 1. И второе — правило передвижения по рекурсии, углубления. В нашем случае это было n умножить на факториал n-1. Давайте проследим шаги еще раз, но с другой точки зрения, не заглядывая в ящики. Вот как это выглядит пошагово. Умножение не происходит, пока мы спускаемся до базового случая функции факториал 1. А затем мы возвращаемся наверх, производя одно умножение за один шаг. Рекурсия широко используется и особенно в функциональном программировании, одном из стилей программирования. И не только для математических вычислений, а для множества других процессов. Иногда информация в компьютере по своей природе требует рекурсивных функций. Например, веб-страницы состоят из HTML-элементов, и одни элементы могут входить в другие. Теги в тегах в тегах. И для эффективной обработки страницы браузеру требуется рекурсивно двигаться от уровня к уровню, чтобы понять, в каком именно виде нужно вывести эти элементы на экран для пользователя. Вы будете постоянно сталкиваться с рекурсией в этом и последующих уроках, потому что это невероятно мощная штука и, должен признаться, довольно крутая. Ваша очередь. Переходите к тестам и упражнениям. Создайте свою рекурсивную функцию. Процесс может оказаться немного каверзным, но помните, вам нужно описать две вещи. Как углубляться и когда остановиться. Удачи!